Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Эль-Ниньо, температурная аномалия поверхностного слоя океана, климатический обзор за неделю, пример заботы детей о своих родителях, объединение людей, залог выживания, человечество. В Индонезии расположена устойчивая зона пониженного давления, которая формирует циркуляцию Уолкера. Воздух в нижней части атмосферы движется вдоль экватора, от зоны повышенного давления из восточной части Тихого океана к зоне пониженного давления над Индонезией. Если зона пониженного давления размывается или исчезает, циркуляция Уолкера ослабляется, и возникает явление Эль-Ниньо, которое связывает с увеличением численности погодных аномалий в тропе. Когда зона пониженного давления выражена сильно, присутствует обратное ему явление Ла-Ниньо. Обезлесивание в Индонезии привело к изменению потоков воздушной циркуляции на большой территории планеты. Сейчас много говорится о парниковом эффекте и антропогенном загрязнении. Стоит заметить, что концентрацию СО2 можно полностью скомпенсировать небольшими изменениями параметров круговорота воды на суше, а это достигается с помощью естественных лесов. Подробнее об этом, а также о биотическом насосе и его важной роли в природе, вы сможете узнать из видео «Природные катаклизмы и лесной насос» на нашем канале. Эль-Ниньо – температурная аномалия верхнего слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которая длится более пяти месяцев. Природу этого явления современная наука не в силах объяснить. Впервые феномен был описан в 1892 году капитаном Камилло Карилло на Конгрессе Географического общества в Лиме. А название ему дали «Перуанские моряки». Испанцы так называли «младенца Христа». Это теплое течение особенно заметно в дни католического Рождества. Западная часть Южной Америки представляет собой каменистую пустыню, где редко выпадают осадки. Иногда посадки приносят с собой столько влаги, перенося ее через анду, что формирует теплое поверхностное течение. Ученые отмечают особую биологическую активность этой зоны. В результате действия Эль-Ниньо повышение температуры воды приводит к гибели местной фауны, падению атмосферного давления в восточной части Тихого океана, смене направлений посадок, несущих на западную часть Анг сильные дожди, вызывающие наводнения и сели, в то время как в Австралии, Новой Гвинеи и Индонезии начинаются засухи, приводящие к лесным пожарам. При этом от берегов Чили до Калифорнии развиваются так называемые «красные приливы», вызванные размножением микроскопических водорослей. Дорогие зрители, если вам интересно узнать больше о явлении Эль-Ниньо, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и мы обязательно расскажем подробнее об этом уникальном явлении. В СМИ все чаще появляется информация о том, что такое явление, как Эль-Ниньо, виновата в появлении в одной части планеты наводнений, возникновения засухи и пожаров, сильных морозов в другой части, а также в разрушении озонового слоя, и продолжает замалчиваться, что глобальное изменение климата на Земле — это в основном производное от астрономических процессов и их цикличности. И эта цикличность неизбежна, и с ней невозможно бороться. Единственное, что может человечество предпринять для выживания в это непростое и важное время, это объединить научный потенциал всего мирового сообщества, а также ускорить изучение стратегически важной для выживания человечества науки исконной физики АЛЛАТРА. В помощь учёным и всем нам для глубокого изучения процессов, происходящих в микро- и макро-мере, вышла видео-версия доклада «Исконная физика АЛЛАТРА». Знания исконной физики АЛЛАТРА помогают понять, что такое этот мир, из чего он состоит и какие реальные процессы в нём происходят, не на уровне видимого мира, а на уровне элементарных частиц. 4 ноября Малайзия В штате Пинанг обильные дожди вызвали масштабные наводнения, эвакуированы 3,5 тысячи жителей. Вьетнам Тайфун Дамри второй категории обрушился на страну. Скорость ветра достигала 46 метров в секунду с порывами до 55 метров в секунду. Свои дома вынуждены были покинуть свыше 35 тысяч человек. Это один из самых разрушительных тайфунов в стране за последние 16 лет. Были повалены сотни деревьев и электрических столбов. Повреждены свыше 119 тысяч 200 зданий. 1480 были полностью разрушены. Шесть кораблей опрокинулись в Южно-Китайском море. Отменены десятки авиарейсов. Свыше 40 тысяч гектар сельскохозяйственных культур были повреждены. Бразилия На юго-востоке страны сильная гроза с крупным градом вызвала многочисленные затопления. Крупный град прошёл более чем в 20 населённых пунктах. Аргентина В провинции Мендоса выпал град размером с перепелиное яйцо. Парагвай В городе Умайта выпал град размером с апельсин. Россия В Кемеровской области и Краснодарском крае сильный ветер оставил 115 тысяч жителей без электричества. Франция В Комуниер на юго-востоке страны пронёсся торнадо. В течение дня на планете было зафиксировано 346 землетрясений. Из них 99 магнитудой свыше четырёх. Максимальная магнитуда составила 6,9. 5 ноября США В штатах Индиана, Огайо и Пенсильвания пронеслась серия торнадо, от которых пострадали 10 человек. В населённом пункте Ист-Арова в штате Нью-Йорк образовался провал грунта длиной 18 метров, шириной 9 метров и глубиной 5 метров. Россия В городе Петропавловск-Камчатский сошёл оползень. Турция В области Мерсин проливные дожди вызвали наводнения. Италия В административной области Лацио прошёл разрушительный смерч. В течение дня на планете было зафиксировано 254 землетрясения. Из них 51 магнитудой свыше четырёх. Максимальная магнитуда составила 5,5. 6 ноября Австралия В штате Новый Южный Уэльс прошёл сильный шторм с крупным градом. В течение дня на планете было зафиксировано 315 землетрясений. Из них 52 магнитудой свыше четырёх. Максимальная магнитуда составила 6. Примеры проявления доброты и человечности Авторами этого ролика в интернете был поставлен уникальный социальный эксперимент. Участникам эксперимента детям от 8 до 12 лет предложили на выбор взять подарок мечты для себя или получить подарок, о котором мечтают их родители. Каково же было удивление авторов эксперимента, когда каждый ребёнок выбирал подарок для родителей, отказываясь от подарка для себя. Очень порадовали ответы детей, когда у них спросили, почему они сделали такой выбор. Дети отвечали, что подарить радость таким выборам родителям для них намного важнее, чем получить подарок для себя. И что этим они выражают огромную благодарность родителям за заботу, доброту и просто хотят сказать этим, что очень сильно любят их. Как говорится в книге Анастасии Новых и Сенсея Исконной Шамбалы, часть первая, думать о хорошем надо чаще, добро людям делать. Глядишь, и мир вокруг изменится, по крайней мере, в твоём понимании. А твоё понимание – это и есть твой настоящий мир. 7 ноября. ЮАР. У города Гордонсбэй в западно-капской провинции возникли сильные лесные пожары. Австралия. В результате шторма в восточной части штата Квинсленд обесточены 26,5 тысяч домов. В течение дня на планете было зафиксировано 321 землетрясение, из них 58 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,6. 8 ноября. Китай. В провинции Хайнань дожди вызвали наводнение, от которого пострадали 23 тысячи человек. Эвакуированы 4,2 тысячи жителей. США. В штате Пенсильвания сильные дожди вызвали наводнение. Колумбия. В городе Каринто в результате схода селевого потока пострадали 600 семей. Эвакуированы 3 тысячи жителей. Около города Пирейра произошел камнепад. Пакистан. На северо-западе страны сошел оползень. Италия. В городе Венеция в результате дождей уровень воды поднялся до рекордного уровня 127 сантиметров. Франция. В Новой Каледонии непрекращающиеся пожары, начавшиеся 15 сентября, уничтожили 10 тысяч гектар лесов. В течение дня на планете было зафиксировано 358 землетрясений. Из них 51 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,8. Кто берет, наполняет ладони. Кто отдает, наполняет сердце. Лао Цзэ. 10 ноября. Италия. В городе Аката, Сицилия, прошел градовый шторм. Кения. В центральных и северных районах страны ливни вызвали наводнения, от которых пострадали 200 семей. Затоплены десятки домов. Повреждены мосты. В течение дня на планете было зафиксировано 367 землетрясений. Из них 56 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,8. В ЮАР, в Западно-Капской провинции, уровень воды в водохранилищах снизился до критической отметки 27-28% от своей пропускной способности. На жителей городов наложены ограничения в потреблении воды. Засуха затронула также и Пиренейский полуостров. Из-за отсутствия дождей река Дуэра, протекающая по территориям Испании и Португалии, в некоторых местах пересохла на 60%. Согласно опубликованному отчету на сайте Геологической службы США, в районе кальдеры Лонгвелли было зафиксировано 974 землетрясения в октябре 2017 года. Непосредственно в самой кальдере было зафиксировано 62 землетрясения с максимальной магнитудой 2,7. На территории Йеллоустоуна в октябре было зафиксировано 111 землетрясений с максимальной магнитудой 2,2. На протяжении недели в стадии извержения находилось 36 вулканов. В результате нескольких взрывов на вулкане Пепокатепетль 4 ноября в соседних городах Якаписла и Сакуальпанды Амильпас выпали пепловые осадки. В течение недели произошло 473 землетрясения в радиусе до 20 км от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 км. Наиболее активными были вулканы Мамот-Маунтин и Лонг-Вэлли , а также Агьярлар . Восемь землетрясений произошло в 30 км от кальдера Йеллоустоун с максимальной магнитудой 1,3. Всего за неделю более 45,7 тысяч человек стали климатическими беженцами. Во времена надвигающихся катаклизмов выжить человечество сможет лишь сплотившись в одну дружную семью, в которой царит лишь человечность, совесть и взаимовыручка. Только в единстве духовном возможно объединение человечества. Никто не придёт и не сделает за людей их работу. Люди сами должны это сделать, и им всегда даются на это силы и возможности. Необходимо уже сегодня объединяться, протягивать руку дружбы и взаимопомощи друг другу, начиная со своего дома, соседей и жителей своего города. Объединение людей — залог выживания человечества. Любовь человека не тщетна, ибо она очищает душу и дарует силу созидания. Мольетвы и медитации не бессмысленны, ибо они есть такое же благо для духовного роста человека, как питание для плода, набирающего силу. Упование на Бога не ложно, ибо в Нём сокрыто сущее, что связывает нас непосредственно с Ним. Так что быть настоящим человеком и истинно приближаться к Богу — это значит с каждым днём всё больше проявлять в мир свет своей души и добиться того, чтобы в этом свете не было даже намёка на присутствие тени. Каждый, воспринявший свет, является его носителем, и только личный выбор человека определяет, насколько больше станет света вокруг него, а в целом — во всём мире. Из книги Анастасии Новых «Сенсей. Исконный Шамбалы. Часть 4»